и она перестраивается, то есть планеты перестраиваются, точно так же ты видишь, как молекулярная структура перестраивается в каждом человеке, в воздухе, в городе, в растениях. И, наверное, вот, которые происходят действия, они уже вторичны, потому что действия, они, в принципе, одни и те же, просто они окрашены по-другому. То есть как были вот эти вот драки, воины, они же были эти войнушки как, с песочницы шли, и вот мальчишки, они вот как играли в войнушку, так и не играют. То есть если ты сейчас смотришь, что тебе это кажется как бы нормой, когда, например, в садике мальчишки играют в войнушку, ты на это смотришь и думаешь, ну это норма, мальчишки играют в войнушку. Ты уже потом смотришь на другую войнушку, и тебе тоже кажется, ну как бы играют в войнушку. Понимаете, уже ты выходишь из этого состояния оценочности, что боль, слёзы. Ты видишь, что происходит с человеком, когда он теряет своё физическое тело. И когда ты это видишь, когда ты понимаешь, что идёт дальше, ты не можешь жалеть его. И когда человек испытывает боль, родственник, ты тоже не можешь его жалеть, потому что ты видишь, что у него происходит с его молекулярной структурой, с его кристаллической решёткой. И что эта боль ему даст, что она выстроит. Она же просто выстраивает следующего его. Безоценочно. Ни хорошего, ни плохого, а просто следующего его. И через каждый большой эмоциональный всплеск просто идёт следующее перестроение. Но просто так сделано, наши тела так устроены, что эмоциональный всплеск нам даётся через боль. Через боль почему? Потому что радоваться мы не умеем. А вот если бы мы умели радоваться так же отчаянно, как мы горевать умеем, то мы бы могли такие же эмоциональную структуру свою выстраивать через радость. Но радость у нас как это? Это всё цветочки. Или там любовь, влюблённость, там ещё что-то. А если уж горе, то горе оно такое, что ты чуть ли не при смерти лежишь. У тебя какая-нибудь болезнь сваливает. У тебя что-нибудь прям случается такое. У тебя там, не знаю, дом сгорел, родственники все умерли, там ещё что-то. То есть прям боль-боль. И вот через неё ты выходишь. Но неважно, ты не можешь и не через боль уйти. Но радость ты такую почувствовать не можешь. Не научили. Не потому что наше тело не способно, ему без разницы. То есть я вам уже говорила, что шкала, она единая. Плюс и минус там нет. Она просто... Вот ты просто взлетаешь по этой шкале. Просто не научили радоваться тотально, что вот эта вот радость, это такая, ты так же можешь скакать. Но от боли ты скачешь. То есть нам что, всё время там собачку пожалеть, кошечку пожалеть, этого пожалеть, этого пожалеть. А как порадоваться за другого? Не научили. Как порадоваться за себя? Я же сколько встречаю человеку, там 30, 40, 50, 60 лет, неважно, а он себя хвалить до сих пор не научился. Он до сих пор не научился принимать от мира, от людей какие-то подарки. То есть он может чупа-чуп стрим принять, например, а какую-нибудь крутую машину уже не может. А достоин ли я? А должен ли я буду что-то за это?